Здравствуйте, с вами снова Андрей, мы продолжаем играть День Победы 4 за Советский Союз. Продолжаем помогать товарищу Мао строить социализм в Китае, сам он, к сожалению, не справился, приходится содействовать по мере сил. Но, как вы помните, в прошлой серии поначалу у нас были некоторые проблемы с продвижением на юг, но после того, как мы устроили высадку с моря в районе Шанхая, на море мы господствуем, то фронт гоменданцев стал постепенно коллапсировать, и сейчас мы достаточно активно продвигаемся. Так что цель данной серии будет предельно проста, это, собственно говоря, установить в Китае социализм, с одной стороны, с другой стороны, часть территории Китая мы просто-напросто заберем, потому что, ну как, вопрос здесь исключительно в природных ресурсах. В Южном Китае очень много всякого хрома, вольфрама, насколько я помню, а эти ресурсы нам очень-очень сильно пригодятся для строительства артиллерии, танков, крупных кораблей, что тоже очень важно. Ну, в общем, короче говоря, часть территории Китая мы точно заберем, может быть, Китай мы вообще сделаем из него несколько, может говоря, неточных государств. Посмотрим, как все это будет происходить, как будут происходить дела на мирной конференции. Вот. Но все-таки часть природных ресурсов мне хотелось бы отхавать. Но я думаю, товарищ Малов будет не сильно против, скажем так, кто его спросит. Собственно говоря, предлагаю, поскольку у нас военные действия развиваются, как видите, достаточно успешно, сразу перейти к истории справки. Ну, в начале этой серии я хотел бы сказать буквально пару слов о некоторых незавершенных сталинских стройках. Насколько я помню, хотя, может быть, неправильно помню, мы уже обсуждали сталинский план преобразования природы. Очень интересная инициатива, которая, к сожалению, до конца реализована так и не была. Но были и другие проекты, может быть, несколько менее масштабные, но, тем не менее, тоже достаточно важные. Все эти проекты объединяет одно, то, что в 1953 году после смерти Сальна они были не то, что там заморожены, а просто-напросто отменены и зарублены на корню. Какие проекты можно вспомнить? Ну, во-первых, это строительство подземного пунеля через пролив, который разделяет Сахалин с континентом. То есть, дело в том, что пролив этот зимой замерзает, паромное сообщение, оказывается, очень сильно затруднено. Хотя там используются специальные паромы ледокольного типа, но, тем не менее, иногда даже они не могут пробиться. А авиационное сообщение невозможно в штормовую погоду. Конечно, сейчас люди, которым, скажем так, проект туннеля по той или иной причине не нравятся, начинают доказывать, что современная авиация, она ОФО, способна летать в любую погоду. Но, как мы с вами понимаем, климат в районе Сахалина достаточно суровый. И, в принципе, пресловутый туннель решил бы очень-очень многие вопросы. Ну, то есть, планировался он, в первую очередь, как железнодорожный туннель, что-то напоминающее пресловутый знаменитый панель под Ламаншем. Строительство его уже началось, к сожалению, закончить его не успели. Ну, и, соответственно, в 1953 году все это было свернуто. Помимо этого, следует отметить железные дороги на Кульском полуострове. Дело все в том, что на Кульском полуострове вообще с транспортным сообщением все очень плохо. Вообще, в принципе. Это, например, приводит к тому, что некоторые предприятия в Кандалакше вынуждены работать на сырье, которое поставляется из Пикалева. При том, что на Кульском полуострове есть свое сырье, но просто нету дорог. Пикалева, напомню, это город, который располагается в Ленинградской области. То есть, расстояние достаточно приличное. Приходится вот оттуда транспортировать сырье. Но, так сказать, плюс к тому же надо отмечить, что необходимость улучшения инфраструктуры Кульского полуострова была очень остро показана в годы Великой Отечественной войны. Потому что дело в том, что на мысе Рыбачьей, это там, где у нас примерно такая небольшая граница с Норвегией есть, там находилась база Северного флота. И Северный флот практически, так сказать, в ходе Великой Отечественной войны оказался отрезан. То есть, вот эта вот его оперативная база оказалась изолирована от основной территории Советского Союза. Соответственно, произошло это в том числе и по причине плохой инфраструктуры Кульского полуострова. То есть, планировалось там построить достаточно серьезную железнодорожную сеть. Опять-таки, это уже начали делать, но в итоге это все... То есть, отдельные участки сети, по-моему, работают даже до сих пор. То есть, некоторые участки были построены. Но, так сказать, единой связанной железнодорожной сети так и не было построено. Значит, ну и наконец, третий проект. Может быть, из этих трех наиболее интересный, наиболее масштабный. И, в общем-то, тот проект, который частично реализуется в наши дни. Это строительство, так называемой, трансполярной железнодорожной магистрали. Иногда ее называли Великий Северный Железнодорожный Путь. Это, скажем так, железная дорога, которая примерно где-то от Слехарда идет и далее на восток. То есть, она должна была увеличивать транспортную доступность Ямала. И далее на восток, там, где Гданский полуостров и его основания. В общем, собственно говоря, частично, опять же, эта дорога была построена. Частично она эксплуатируется. Но что-то, насколько я понимаю, собираются достраивать сейчас. По той простой причине, что мы Ямале много нефти и газа. И нашим нефтяникам и газовикам это выгодно. Вот. Такие вот интересные были проекты. Жаль, что они не были в итоге завершены. Так сказать, на самом деле, к вот этой арктической железной дороге, трансарктической, возвращались несколько раз. То есть, пытались к ней вернуться в 70-е годы. Вот. Ну, я надеюсь, что сейчас все-таки ее достроят. По крайней мере, частично достроят. Потому что понятно, что денег государства нашего не всегда и не на все хватает. Но, тем не менее, было бы интересно. Это что касается некоторых интересных незавершенных сталинских строек. Ну, и сегодня еще хотелось бы поговорить о своего рода документе, который некоторые называют завещанием Сталина. Ну, это, наверное, слишком громко. Но это одна из последних таких громких его работ. Называется эта работа «Экономические проблемы социализма в СССР». Я, в общем-то, думал обсудить ее основные тезисы и, в общем-то, этим ограничиться, с одной стороны. Но, с другой стороны, работа очень интересная. И дело в том, что она вызывает споры, в том числе и среди вполне себе таких трук-иммунистов. Это, в общем-то, довольно интересно. Поэтому я решил эту работу просто-напросто вам зачитать. Собственно, потому что она не настолько большая. Я думаю, что за одну серию мы с вами уложимся. И, собственно, обсудим. То есть, если хотите, пишите свои комментарии, если кто-то не это делал раньше, не ранее, не читал. Может быть, так сказать... Просто дело в том, что в этой работе Сталин делает некоторые прогнозы, несмотря на то, что называется «экономические проблемы социализма в СССР», затрагивает она далеко не только экономические проблемы социализма в СССР, а затрагивает огромный спектр вопросов, несмотря на свой малый объем. Поэтому некоторые прогнозы сталинские, они, в общем, довольно-таки странные и кажутся на сегодняшний день неверными. Хотя, с другой стороны, может быть, они верны, но немного в иной временной перспективе. В общем, высказывайте ваше мнение в комментах, а я, пожалуй, начну зачитывать. Пункт первый. Вопрос о характере экономических законов при социализме. Некоторые товарищи отрицают объективный характер законов науки, особенно законов политической экономии при социализме. Они отрицают, что законы политической экономии отражают закономерности процессов, совершающихся независимо от воли людей. Они считают, что ввиду особой роли, предоставленной истории Советскому Государству, Советское Государство и его руководители могут отменить существующие законы политической экономии, могут сформировать новые законы, создать новые законы. Эти товарищи глубоко ошибаются. Они, как видно, смешивают законы науки, отражающие объективные процессы в природе или обществе, происходящие независимо от воли людей, с теми законами, которые сдаются правительствами, сдаются по воле людей и имеют лишь юридическую силу. Но их смешивать никак нельзя. Это, кстати говоря, вот здесь небольшой мой комментарий. Это к вопросу о том, что в первом пункте Сталин наглядно показывает, что вот некое такое подсознательное желание определенных людей, то, что, допустим, у нас сейчас есть определенный слой людей, которые считают, допустим, вот они живут в мире таких вот заклинаний, да, например, накастовал государственное регулирование экономики, да, и сразу все стало хорошо. Или там накастовал диктатуру пролетариата, все стало хорошо. То есть нужно понимать, что вот эти вот самые законы экономики, они существуют объективно. И все, что мы можем, это изучить их и использовать. Ну, здесь Сталин это все развернет более подробно. Максим понимает законы науки. Все равно идет ли речь о законах естествознания или о законах политической экономии, как отражение объективных процессов, происходящих независимо от воли людей. Люди могут открыть эти законы, познать их, изучить их, учитывать их в своих действиях, использовать их в интересах общества, но они не могут изменить или отменить их. Тем более они не могут сформировать или создавать новые законы науки. Значит ли это, что, например, результаты действий законов природы, результаты действий сил природы вообще неотвратимы, что разрушительные действия сил природы везде и всегда происходят со стихийно неумолимой силой, не поддающейся воздействию людей? Нет, не значит. Если исключить астрономические, геологические и некоторые другие аналогичные процессы, где люди, если они даже познали законы их развития, действительно бессильны действовать на них, то во многих других случаях люди далеко не бессильны в смысле возможности их воздействия на процессы природы. Во всех таких случаях люди, познав законы природы, учитывая их и опираясь на них, успешно применяя и используя их, могут ограничить сферу их действия, дать разрушительным силам природы другое направление, обратить разрушительные силы природы на пользу общества. Возьмем один из многочисленных примеров. В древнейшую эпоху разлив больших рек, наводнения, уничтожения в связи с этим жилища поселов считались неотвратимым бедствием, против которого люди были бессильны. Однако с течением времени, с развитием человеческих знаний, когда люди научились строить плотины и гидроэлектростанции, казалось возможным отвратить от общества бедствия наводнений, казавшихся ранее неотвративными. Более того, люди научились обуздывать разрушительные силы природы, так сказать, оседлать их, обратить силу воды на пользу общества и использовать ее для орошения полей, для получения энергии. Значит ли это, что люди тем самым отменили законы природы, законы науки, создали новые законы природы или новые законы науки? Нет, не значит. Дело в том, что вся эта процедура предотвращения действий разрушительных сил воды и использования их в интересах общества проходит без какого бы то ни было нарушения, изменения или уничтожения законов науки. Наоборот, вся эта процедура осуществляется на точном основании законов природы, законов науки, ибо какое-либо нарушение законов природы, малейшее их нарушение, привело бы лишь к расстройству дел и к срыву процедур. То же самое можно сказать о законах экономического развития, о законах политической экономии. Все равно идет ли речь о периоде капитализма или о периоде социализма. Здесь также, как и в естествознание, законы экономического развития являются объективными законами, отражающими процессы экономического развития, совершающиеся независимо от воли людей. Люди могут открыть эти законы, познать их и, опираясь на них, использовать их в интересах общества, дать другое направление разрушительным действиям некоторых законов, ограничить их сферу действия, дать простор другим законам, пробивающим себе дорогу, но они не могут уничтожить их или создавать новые экономические законы. Одна из особенностей политической экономии состоит в том, что ее законы, в отличие от законов естествознания, недолговечны, что они, по крайней мере, большинство из них, действуют в течение определенного исторического периода, после чего они уступают вместо новым законам. Но они, эти законы, не уничтожаются, а теряют в силу новых экономических условий и уходят со сцены, чтобы уступить вместо новым законам, которые не создаются волей людей, а возникают на базе новых экономических условий. Ссылаются на работу антидюринга Энгельса, на его формулу о том, что с ликвидацией капитализма и обобществением средств производства люди получат власть над средствами производства, за что получат свободу от гнета общественно-экономических отношений, станут господами своей общественной жизни. Энгельс называет эту свободу осознанной необходимостью. Ну, наверное, вот этот тезис многие слышали, хотя не понимают, от куда он идет. То есть на Энгельса ссылаться как-то не очень модно. А что же означает познанная необходимость? Она означает, что люди, опознав объективные законы, то есть необходимость, будут их применять вполне сознательно в интересах общества. Именно поэтому Энгельс говорит там же, что законы их собственных общественных действий, противостоящие людям до сих пор, как чуждые, господствующие над ними законами природы, будут применяться людьми с полным знанием дела, следовательно, будут подчинены их господству. Как и леонидная формула Энгельса говорит отнюдь не в пользу тех, которые думают, что можно уничтожить при социализме существующие экономические законы и создать новые. Наоборот, она требует не уничтожения, а познания экономических законов и умелого их применения. В общем, на мой взгляд, то, что здесь Сталин говорит, вполне себе четко согласуется с таким тезисом, что, так сказать, ну вот вообще марксисты, и в данном случае конкретно Сталин, они пытались, скажем так, исследовать, например, те же самые законы политэкономии с точки зрения науки, что очень важно, пользуясь, что характерно, вполне себе научной методологией. Вот, а не тем, что вот они, вот им снизошло некое озарение, и они, значит, решили, что что-то будет так или иначе. Здесь говорится о том, что законы, опять же, существуют объективно, независимо, так сказать, от людей. Вот, наша задача их познать. Вот, а вместо этого мы, законы обычно, что касается общественной жизни, и посмотрите на большинство наших современных аналитиков в интернете, и так далее, и там подобное, мы эти законы просто-напросто обычно выдумываем. Вот, так сказать, у кого выдумка покрасивее будет, можно их исследовать, изучать. То есть, это принципиально разные моменты. Ну, ладно. Говорят, что экономические законы носят стихийный характер, что действия этих законов являются неотвратимыми, что общество бессильны перед ними. Это неверно. Это фетишизация законов, отдача себя в рабство законам. Доказано, что общество не бессильны перед лицом законов, что общество может, познав экономические законы и править на них, ограничить сферу их действия, использовать их в интересах общества и осиплать их, как это имеет место в отношении сил природы и их законов, как имеет место в приведенном выше примере о разливе больших рек. Значит, опять-таки, фетишизация законов – это присылатая невидимая рука рынка. Вот, скажем так, один в один. Ссылается на особую роль советской власти в деле построения социализма, которая якобы дает ей возможность уничтожить существующие законы экономического развития и формировать новые. Это также неверно. Особая роль советской власти объясняется двумя обстоятельствами. Во-первых, тем, что советская власть должна была не заменить одну форму эксплуатации и другую форму, как это было в старых революциях, а ликвидирует всякую эксплуатацию. Во-вторых, тем, что ввиду отсутствия в стране каких-либо готовых зачатков социалистического хозяйства, она должна была создать, так сказать, на пустом месте новые социалистические формы хозяйства. Задача эта, безусловно, трудная и сложная, не имеющая прецедентов. Тем не менее, советская власть выполнила эту задачу с честью. Но она выполнила ее не потому, что будто бы уничтожила существующие экономические законы и сформировала новые, только лишь потому, что она опиралась на экономический закон обязательного соответствия производственных отношений и характеру производительных сил. Производительные силы нашей страны, особенно в промышленности, имели общественный характер, форма же производственности была частной и капиталистической. Опираясь на экономический закон обязательного соответствия производственных отношений и характеру производительных сил, советская власть обобществовала средства производства, сделав их собственностью всего народа, и тем уничтожила систему эксплуатации и создала социалистические формы хозяйства. Не будь этого закона, и не опираясь на него, советская власть не смогла бы выполнить свои задачи. Экономический закон обязательного соответствия производительных отношений и характеру производительных сил давно пробивает себе дорогу в патриотических странах. Он еще не пробил себе дорогу и не вышел на простор, то это потому, что он встречает сильнейшее сопротивление со стороны отживающих сил общества. Здесь мы сталкиваемся с другой особенностью экономических законов. В отличие от законов естествознания, где открытие и применение нового закона проходит более или менее гладко, в экономической области открытие и применение нового закона здесь, опять же, очень важно, на мой взгляд, задевающие интересы отживающих сил общества встречает сильнейшее сопротивление со стороны этих сил. Нужна, следовательно, сила, общественная сила, способная преодолеть это сопротивление. Такая сила нашлась в нашей стране в лице союза рабочего класса и крестьянства, представляющей подавляющее большинство общества. Такой силы не нашлось еще в других капиталистических странах. В этом секрет того, что советской власти удалось разбить старые силы общества, а экономический закон обязательного соответствия производственных отношений и характера производительных сил получил у нас полный простор. Собственно говоря, здесь Сталин, опять-таки, отмечает важную вещь, что когда мы говорим о законах устройства общества, в отличие от, например, законов физики, надо понимать, что вот когда у нас есть законы физики, на самом деле даже там у нас есть определенная, скажем так, конкуренция, например, разных ученых, допустим, разных школ научных, да? То есть одна, например, считает, что есть эфир, наверное, многие слышали вот эту вот тему про мировой эфир, через который должны распространяться там различные сигналы, вот, а другая считает, что этого эфира нет. Ну и, в общем, начинается какая-то борьба. Однако, надо понимать, что все-таки в научном сообществе есть всегда какая-то третья страна, которая может, по крайней мере, взглянуть со стороны и убедиться, кто прав, кто не прав. Хотя даже там, так сказать, в связи с авторитетом каких-то заблуждающихся ученых, бывают случаи, что вновь открытый закон природы какое-то время там не признается. Это вполне себе известный случай. А вот, когда мы говорим о законах развития общества, то тут у нас есть огромное количество людей, которые, если им указать на то, что, допустим, они являются отживающими силами общества, да? Так сказать, эти люди, в общем-то, потеряют бабки. Естественно, они с этим мириться совершенно не хотят. Отсюда мы видим и, так сказать, всяких либеральных идеологов, мы видим фашистских идеологов и так далее, и тому подобное. Говорят, что необходимость полномерного, то есть пропорционального развития нашей страны дает возможность советской власти уничтожить существующие или создать новые экономические законы. Это совершенно неверно. Нельзя смешивать наши годовые пятилетние планы с объективным экономическим законам полномерного пропорционального развития народного хозяйства. Закон полномерного развития народного хозяйства возник как противовес закону конкуренции и анархии производства при капитализме. Он возник на базе обобществления средств производства после того, как закон конкуренции и анархии производства потерял силу. Он вступил в действие потому, что социалистическое народное хозяйство можно вести лишь на основе экономического закона полномерного развития народного хозяйства. Это значит, что закон полномерного развития народного хозяйства дает возможность нашим планирующим органам правильно планировать общественное производство. Но возможность нельзя смешивать с действительностью, это две разные вещи. Чтобы эту возможность превратить в действительность, нужно изучить этот экономический закон, нужно овладеть им, нужно научиться применять его с полным знанием дела, нужно составлять такие планы, которые полностью отражают требования этого закона. Нельзя сказать, что наши годовые пятилетние планы полностью отражают требования этого экономического закона. Говорят, что некоторые экономические законы, в том числе и закон стоимости, действующий у нас при социализме, являются преобразованными или даже коренным образом преобразованными законами на основе планового хозяйства. Это тоже неверно. Нельзя преобразовывать законы тем более коренным образом. Если можно их преобразовывать, то можно и уничтожить, заменив другими законами. Тезис о преобразовании законов есть пережиток от неправильной формулы об уничтожении и формировании законов. Хотя формула преобразования экономических законов давно уже вошла у нас в обеих ход, придется от нее отказаться в интересах точности. Можно ограничить сферу действий тех или иных экономических законов, можно предотвратить их разрушительные действия, если, конечно, они имеются, но нельзя их преобразовать или уничтожить. Следовательно, когда говорят о покорении сил природы или экономических сил, о господстве над ними, то этим вовсе не хотят сказать, что люди могут уничтожить законы науки или сформировать их. Наоборот, этим хотят сказать лишь то, что люди могут открыть законы, познать их, овладеть ими, научиться применять их с полным знанием дела, сфорить их в интересах общества и таким образом покорить их, добиться господства над ними. Итак, законы политической экономии при социализме являются объективными законами, отражающими закономерность процессов экономической жизни, совершающихся независимо от нашей воли. Люди, отрицающие это положение, отрицают, по сути дела, науку, отрицая же науку, отрицают, таким образом, возможность всякого предвидения, следовательно, отрицают возможность руководства экономической жизни. Могут сказать, что все сказанное здесь правильно и общеизвестно, что в нем нет ничего нового и что, следовательно, не стоит тратить время на общеизвестные истины. Конечно, здесь ничего действительно нет нового, но было бы неправильно думать, что не стоит тратить время на повторение некоторых известных нам истин. Дело в том, что к нам, как к руководящему ядру, каждый год подходят тысячи новых молодых кадров. Они горят желанием помочь нам, горят желанием показать себя, но не имеют достаточного марксистского воспитания, не знают многих, нам хорошо известных истин, вынуждены блуждать в потемках. Они ошеломлены колоссальными достижениями советской власти, им кружат в голову необычайные успехи советского строя. Они начинают воображать, что советская власть все может, ей все ни по чем, что она может уничтожить законы науки и сформировать полы законы, как быть там с этими товарищами, как воспитать духи марксизма и ленинизма. Я думаю, что систематическое повторение так называемых общеизвестных истин, терпеливые их возъяснения, является одним из лучших средств марксистского воспитания этих товарищей. Короче говоря, вот в этом пункте, опять же, по-моему, очень хорошо видно, та самая проблема, о которой я уже говорил, одно из последствий войны. То, что, скажем так, качество партийных кадров очень сильно снизилось в результате войны, потому что наиболее квалифицированные, наиболее подкованные в марксистской теории люди банально были убиты в ходе Великой Отечественной войны. И их заменили люди, может быть, хорошие вполне себе, так сказать, ветераны и так далее, но они просто банально не очень хорошо разбирались в теоретической базе. В общем-то, опять же, этим подтверждается тот тезис, который высказывает, например, Борис Юль. Далее, вопрос о товарном производстве при социализме. Кстати, вот, например, Климжуков считает, что к вопросу о товарном производстве Сталин был совершенно неправ, и нужно было от товарного производства уже полностью отказываться. Но с этим, опять же, тезисом многие другие коммунисты не согласны, так что можете сами в комментах написать, что вы думаете по этому поводу. Вопрос о товарном производстве при социализме. Некоторые товарищи утверждают, что партия поступила неправильно, сохранив товарное производство после того, как она взяла власть и национализировала средства производства в нашей стране. Они считают, что партия была тогда уже готова устранить товарное производство. Они ссылаются при этом на Энгельса, который говорит, раз общество возьмет во владение средства производства, то будет устранено товарное производство, а вместе с ним и господство продуктов над производителями. Работа Энгельса антидюринг. Эти товарищи глубоко ошибаются. Разберем формулу Энгельса. Формулу Энгельс нельзя считать вполне ясной и точной, так как в ней нет указаний, идет ли речь о взятии во владение общества всех средств производства или только части средств производства. То есть все ли средства производства переданы в общенародное достояние или только часть средств производства. Значит, эту формулу Энгельса можно понять и так, и так. В другом месте антидюринга Энгельс говорит об овладении всеми средствами производства, об овладении всей совокупности средств производства. Значит, Энгельс в своей формуле имеет в виду национализацию не части средств производства, а всех средств производства, то есть передачу общенародного достояния средств производства не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве. Из этого следует, что Энгельс имеет в виду такие страны, где капитализм и концентрация производства достаточно развиты не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве для того, чтобы экспортировать все средства производства страны и передать их в общенародную собственность. Энглис считает, следовательно, что в таких странах следовало бы наряду с обобществлением всех средств производства устранить товарное производство. Это, конечно, правильно. Такой страной являлась в конце прошлого века, то есть к моменту появления света антидюринга, лишь одна страна – Англия, где развитие капитализма и концентрация производства как в промышленности, так и в сельском хозяйстве были доведены до такой точки, что была возможность в случае взятия власти пролетариатам передать все средства производства в стране в общенародное застояние и устранить из-за бихода товарное производство. Я отвлекаюсь в данном случае от вопроса о значении для Англии внешней торговли с ее громадным дельным весом в народном хозяйстве Англии. Я думаю, что только по изучению этого вопроса можно было бы окончательно решить вопрос о судьбе товарного производства в Англии после взятия власти пролетариатам и национализации всех средств производства. Впрочем, не только в конце прошлого столетия, но и в настоящее время ни одна страна еще не достигла той степени развития капитализма и концентрации производства в сельском хозяйстве, которую мы наблюдаем в Англии. Что касается остальных стран, то там, несмотря на развитие капитализма в деревне, имеется еще достаточно многочисленный класс мелких и средних собственников, производителей в деревне, судьбу которых следовало бы определить в случае взятия власти пролетариатам. Но вот вопрос. Как быть пролетариат и его партии, если в той или иной стране, в том числе в нашей стране, имеются благоприятные условия для взятия власти пролетариатам и неиспровержения капитализма, где капитализм в промышленности до того концентрировал средства производства, что можно их экспроприировать и передать во владение общества, но где сельское хозяйство, несмотря на рост капитализма, до того еще раздрублено между многочисленными, мелкими и средними собственниками производителями, что не представляется возможности вставить вопрос об экспроприации этих производителей. Собственно говоря, здесь опять же немного отвлекусь, и давайте вспомним то, что у нас, например, на момент взятия власти большевиками, на деревне фактически господство пресловутой первобытной общинной строй. То есть у нас была крестьянская община, и ни о какой концентрации производства на селе у нас и речи не было. То есть концентрации производства на селе хотел добиться Столыпин через полуперизацию, у него это не получилось. Потом уже большевики стали организовывать колхозы, однако нужно понимать, что колхозы, как будет показано несколько дальше в этой работе Сталина, это, в общем-то, довольно специфическая штука, потому что это, я бы сказал, такой мелкобуржуазный элемент. То есть некоторые, конечно, люди, которые ненавидят Советский Союз и считают, что колхозы – это наследие проклятого коммунизма, скажут, что как так, какие колхозы – это мелкобуржуазный элемент, это, конечно, полный бред, скажут они. Вот, это коммуняки проклятые все сделали. Но надо понимать, что собственность колхоза принадлежит не всему государству. То есть она, что называется, не общенародная, да, как туда формулировали. Она принадлежит колхозу, а колхозов, соответственно, много. То есть это не совсем частная собственность, потому что колхоз – это не один человек, но тем не менее это и не общегосударственная собственность. И, в общем-то, как раз в том, что в Советском Союзе существует два вида собственности, то есть есть государственная, есть колхозная, в общем-то, достаточно многим коммунистам виделось достаточно серьезное противоречие. В принципе, надо сказать, что вот это вот пресловутая, скажем так, класс колхозников с точки зрения некоторых исследователей, в общем-то, служил некой социальной базой для пресловутых последующих перемен в нашей стране. То есть прихода к власти Хрущева и так далее. То есть с одной стороны, конечно, это партноменклатура, как некий новый класс. Вот. А с другой стороны, это, скажем так, пресловутые мелкобуржуазные элементы, которые вполне себе имелись в нашей стране. Ну, давайте, собственно, посмотрим, что об этом говорит Сталин. Такс! На этот вопрос Энгельс не дает ответа. Впрочем, он и не должен отвечать на вопрос, так как возник он на базе другого вопроса, это именно вопрос о том, какова должна быть судьба товарных производств после того, как обобщислены все средства производства. Итак, как быть, если обобщислены не все средства производства, а только часть средств производства, благоприятные условия для взятия власти пролетариатам имеются налицо? Следует ли взять власть пролетариату и нужно ли сразу после этого уничтожить товарное производство? Нельзя, конечно, называть ответом мнение некоторых горе-марксистов, которые считают, что при таких условиях следовало бы отказаться от взятия власти и ждать, пока капитализм успеет разорить миллионы мелких и средних предпринимателей, превратив их в батраков, и концентрировать средства производства в сельском хозяйстве, что только после этого можно было бы поставить вопрос о взятии власти пролетариатам и обочислении всех средств производства. Собственно говоря, вот это вот разорение мелких и средних производителей, это как раз и есть стала причина, скажем так. Понятно, что на такой выход не могут пойти марксисты, если они не хотят опозорить себя в конец. Нельзя же также считать ответом мнение других горе-марксистов, которые считают, что следовало бы, пожалуй, взять власти, пойти на экспроприацию мелких и средних производителей в деревне, обопчислить их средства производства. На этот бессмысленный преступный путь также не могут пойти марксисты, ибо такой путь подорвал бы всякую возможность победы пролетарской революции от бойцов и крестьянства надолго в лагере врагов пролетариата. Это к вопросу о том, что советская власть грабила крестьян. То есть, как видим, Сталин принципиальный противник такого подхода. Потому что экспроприация, в общем-то, с точки зрения крестьян, была бы вполне себе грабежом. Он считает, что это не стоило делать, и, в общем-то, делать это в итоге не стали. Ответ на этот вопрос дал Ленин в своих трудах о пруднологии и своем знаменитом кооперативном плане. Ответ Ленина сводится коротко к следующему. А. Не упускать благоприятных условий для взятия власти. Взять власть пролетариату, не дожидаясь того момента, пока капитализм сумеет разорить многомиллионное население мелких и средних индивидуальных производителей. Б. Экспроприировать средства производства в промышленности и передать их в общенародное пользование. В. Что касается мелких и средних индивидуальных производителей, объединять их постепенно в производственные кооперативы, то есть крупные сельскохозяйственные предприятия, то есть колхозы. Г. Развивать всемирную индустрию и подвести под колхозы современную техническую базу крупного производства, причем не экспроприировать их, а наоборот усиленно снабжать их первоклассными тракторами и другими машинами. Д. Для экономической же смычки города и деревни, промышленности и сельского хозяйства сохранить на известное время товарное производство, обмен через куплю-продажу, как единственную приемлемую для крестьян форму экономической связи с городом, и завернуть во всю советскую торговлю государственную коллективно-колхозную, утесняя из товара оборотов всех и всяких капиталистов. История нашего социалистического строительства показывает, что путь развития, начертанный Лениным, полностью оправдал себя. Итак, ну собственно, наверное, все я вам зачитывать опять-таки не буду, но, так сказать, в целом надо понимать, что здесь Сталин в этом пункте говорит о том, что, во-первых, у нас товарное производство все равно в какой-то мере сохраняется, и в следующем, третьем пункте Сталин опять же говорит, что раз у нас сохраняется товарное производство, вот, у нас, а сохраняется оно потому, что у нас имеется обмен продуктами между городом и деревней, у нас имеется, с одной стороны, в городе пролетарии, имеется общегосударственная собственность, форма собственности, а на деревне у нас имеются колхозы, и, естественно, колхозная форма собственности. Соответственно, между этим есть определенное противоречие, но, тем не менее, вот, поскольку, так сказать, город и деревня товарами обмениваются, приходится, вот, у нас сохраняется товарное хозяйство. Опять же, при этом товарном хозяйстве, как он поясняет в третьем пункте, у нас работает закон стоимости. При том, что у нас, казалось бы, социалистическое общество, закон стоимости все равно работает, хотя и ограничено. И тут, кстати, очень интересный вывод, который, на мой взгляд, снимает некоторые противоречия между социализмом и капитализмом в принципе. Какой же это вывод? Так, вот отсюда. Некоторые товарищи делают отсюда вывод, что закон планомерного развития народного хозяйства и планирования народного хозяйства уничтожают принцип рентабельности производства. Это совершенно неверно. Дело обстоит как раз наоборот. Если взять рентабельность не с точки зрения отдельных предприятий или отраслей производства, и не в разрезе одного года, а с точки зрения всего народного хозяйства в разрезе, скажем, 10-15 лет, что было бы единственным правильным подходом к вопросу, временная непрочная рентабельность отдельных предприятий или отраслей производства не может идти ни в какое сравнение с той высшей формой прочной и постоянной рентабельности, которую дают нам действие законополномерного развития народного хозяйства и планирования народного хозяйства, избавляя нас от периодических экономических кризисов, разрушающих народное хозяйство и наносящих в обществу колоссальный материальный ущерб, и обеспечивая нам непрерывный рост народного хозяйства с его высокими темпами. Короче, не может быть сомнения, что при наших нынешних социалистических условиях производства закон стоимости не может быть регулятором пропорций в деле распределения труда между различными отраслями производства. Итого, собственно, по большому счету, на мой взгляд, в этом тезисе Сталин говорит о том, что по большому счету капитализм и социализм отличаются между собой масштабом. То есть, когда мы говорим о капитализме, у нас есть капиталист, который возглавляет какую-то конкретную, скажем так, фирму, и, во-первых, у него есть, скажем так, необходимость ежеминутной прибыли, во-вторых, он заботится только о своей фирме. То есть, в итоге, та степень планирования, которая там присутствует, она, во-первых, ограничена одной фирмой, а во-вторых, она ограничена очень небольшим отчетным периодом, присловно говоря. А если мы увеличиваем, с одной стороны, допустим, у нас конгломерат из большого количества разных фирм, причем работающих в разных областях, и, с другой стороны, мы имеем долгосрочную стратегию, которая рассчитана не на год, то есть, по принципу срубить денег и свалить, как у нас делают, да, очень многие люди, а рассчитана на реальное развитие государства, вот. То мы, в общем-то, получаем фактически социализм. То есть, на мой взгляд, это одна из вещей, которые отличают эти два строя. То есть, банальный горизонт планирования. Вот, собственно, о чем у нас и говорят, когда говорят, что, мол, не хватает, там, людей со стратегическим мышлением и так далее, и тому подобное, это вот как раз об этом, потому что, скажем так, зачастую локальные интересы производства, они находятся в противоречии с глобальными интересами. Например, опять-таки, Сталин, опять же, в этой работе приводит такие примеры, что легкая промышленность, она значительно более рентабельна, нежели тяжелая промышленность. Значит ли это, что не надо развивать тяжелую промышленность, надо развивать только легкую? Нет, не значит. То есть, опять-таки, так сказать, вот эта вот нерентабельность, она существует только, если мы берем какую-то конкретную отрасль и берем небольшой промежуток времени. А, так сказать, если мы берем то же самое сельское хозяйство, допустим, да, то, например, казалось бы, где сельское хозяйство, где, например, там, машиностроение. Но мы внезапно понимаем, что для того, чтобы на современном поле что-нибудь собрать, нам нужны кучи тракторов, селки, велки, комбайны и так далее, тому подобное. И, соответственно, казалось бы, мы людям дыни какие-то продаем, а на самом деле нам нужно трактора строить. Вот, это вот, опять же, к этим вопросам относится. Далее, в четвертом пункте у Сталина разобран вопрос об уничтожении противоположности между городом и деревней, между умственным и физическим трудом, а также вопрос о ликвидации различий между ними. Собственно говоря, здесь Сталин выдвигает такое мнение, что, скажем так, существенные различия между городом и деревней, а также между умственным и физическим трудом будут сниматься. Однако, он не говорит, что полностью различия будут исчезать. То есть, он считает, что будут оставаться несущественными различиями. Ну, здесь, на самом деле, достаточно сложно сказать, насколько Сталин был прав, на мой взгляд, потому что, по-моему, он здесь сильно заглядывает в будущее. То есть, ну, в принципе, опять-таки, ну, например, на Западе даже достаточно такие сельские населенные пункты, они постепенно становятся все более и более, скажем так, благоустроенными. Это факт. И, в принципе, в этом плане они к городам, пожалуй, приближаются. То есть, опять-таки, я вот был, например, в шведском городе Фалькенберге, который, ну, называется, конечно, городом, но в целом он представляет собой, по большому счету, такое село большое. Вот. И там вот местами реально такой чисто сельский пейзаж, но при этом там даже в провинциальном, захудалом сельском магазине, к примеру, принимают кредитные карточки. Вот. То есть, на мой взгляд, в некотором смысле, некоторое снижение различий между городом и деревней, наверное, действительно есть. Хотя здесь со мной многие люди могут не согласиться. У нас, конечно, когда мы говорим про нашу сельскую местность, у нас этого незаметно, но оно и понятно. Потому что, так сказать, у нас нельзя сказать, что наиболее передовая страна в этом плане. Вот. Поэтому, собственно говоря, я незаметно. Хотя даже у нас, извините, уже, ну, никого не удивить тем, что, например, находясь в деревне, ты можешь совершенно спокойно связаться с кем-то в городе, даже без помощи почты. А с помощью, например, интернета. То есть, если у тебя там какой-нибудь, там, 3G-интернет, так сказать, ты спокойно можешь с кем-то в городе пообщаться, это уже некая такая, знаете, скажем так, устранение различия в плане развития инфраструктуры сверей. Вот. Далее идет в пятом пункте еще один очень интересный вопрос, в котором, пожалуй, Сталин был, на мой взгляд, неправ. Это вот к вопросу о том, что, там, может быть, меня кто-то сочтет, там, плагетом Сталина, что, ну, я все время говорю, что он был прав и ничего подобного. Здесь вот, на мой взгляд, он был неправ. Хотя, с другой стороны, может быть, опять-таки, здесь несколько иной временной горизонта не уведу. Ну, вот пятый пункт, он небольшой, я его, наверное, зачитаю полностью. Тем более, что у нас игра все-таки связана как раз с войной, с различными международными противоречиями. Вот здесь как раз пятый и шестой пункты, они как раз тоже с ними связаны. Вопрос о распаде единого мирового рынка и углублении кризиса мировой каталистической системы. У нас, кстати, тоже постоянно об этом говорят сейчас. Наиболее важным экономическим результатом Второй мировой войны и ее хозяйственных последствий нужно считать распад единого всеохватывающего мирового рынка. Это обстоятельство определило дальнейшее углубление общего кризиса мировой капиталистической системы. Вторая мировая война сама была порождена этим кризисом. Каждая из двух капиталистических коалиций, вцепившаяся друг в друга во время войны, рассчитывала разбить противника и добиться мирового господства. В этом они искали выход из кризиса. Соединенные Штаты Америки рассчитывали вывести изстроенные, более опасных своих конкурентов. Германию и Японию захватить зарубежные рынки, мировые ресурсы сырья и добиться мирового господства. Однако война не оправдала этих надежд. Правда, Германия и Япония были выведены из строя, как конкуренты трех главных капиталистических стран, то есть США, Англия и Франция. Но наряду с этим от капиталистической системы отпали Китай и другие народно-демократические страны в Европе, образовав вместе с Советским Союзом единый и мощный социалистический лагерь противостоящий лагерь капитализма. Кстати говоря, опять-таки интересно, что Сталин здесь употребляет слово «демократия». Хотя у нас, в нашей стране сейчас слова «сталин» и «демократия», как правило, противопоставляются друг другу. Экономическим результатом существования двух противоположных лагерей явилось то, что единый всеохватывающий мировой рынок распался, в результате чего мы теперь имеем два параллельных мировых рынка, тоже противостоящих друг другу. Следующее отметить, что США и Англия и Франция сами содействовали, конечно, при своем своей воле, образованию и укреплению нового параллельного мирового рынка. Они подвергли экономической блокаде СССР, Китая и европейские народно-демократические страны, не вошедшие в систему плана Маршалла. Думаю, этим ухудшить их. На деле же получилось не ухудшение, а укрепление нового мирового рынка. Все же основное в этом деле состоит, конечно, не в экономическом блокаде, а в том, что за период после войны эти страны экономически сомкнулись, наладили экономическое сотрудничество и взаимопомощь. Опыт этого сотрудничества показывает, что неоднако туристическая страна не может оказать такой действительной и технически квалифицированной помощи народно-демократическим странам, какую оказывает им Советский Союз. Дело не только в том, что эта помощь является максимально дешевой технически правоклассной. Дело прежде всего в том, что в основе этого сотрудничества лежит искреннее желание помочь друг другу и добиться общего экономического подъема. В результате мы имеем высокие темпы развития промышленности в этих странах. Можно с уверенностью сказать, что при таких темпах развития промышленности скоро дело дойдет до того, что эти страны не только не будут нуждаться в завозе товаров из капиталистических стран, но сами почувствуют необходимость отпускать на страну исключенные товары своего производства. Ну, собственно говоря, это действительно было так. То есть мы с вами помним всякие югославские гарнитуры, там, не знаю, там всякие венгерские автобусы. Все, капитулировал, наконец-то, Чинкайше. Ну и, собственно, начинаем пилеж. Ну, сразу мы, естественно, забираем территорию Турции, потому что я не думаю, что китайцам должны принадлежать турецкие земли. Давайте-ка мы и острова заберем. Да. И, кстати говоря, мы сейчас получаем границу с Ираком. Таким образом, соответственно, в дальнейшем мы его, может быть, и захватим. Тем более, что у нас есть на Ирак национальный фокус, который я, впрочем, пока что активировать, так сказать, не буду. В первую очередь, опять-таки, меня интересуют южные территории Китая, потому что именно там находятся основные природные ресурсы. Итак, продолжим далее то, о чем писал Сталин. Значит, он говорит о том, что сфера приложения сил главных капиталистических стран, то есть США, Англия и Франция, к мировым ресурсам будет не расширяться, а сокращаться. А условия мирового рынка сбыта для этих стран будут ухудшаться, недогрузка предприятий в этих странах будет увеличиваться. И, соответственно, Сталин говорит о том, что ранее высказанным тезис, о том, что тезис об относительной стабильности рынков в период общего кризиса капитализма, высказанный до Второй мировой войны, и тезис Ленина о том, что, несмотря на загнивание капитализма, в целом капитализм растет неизмеримо быстрее, чем прежде, он считает, что эти тезисы утратили силу. Ну, в общем, опять-таки, здесь надо сказать, что, на мой взгляд, здесь Сталин был неправ, тезисы эти силу свою не утратили. По крайней мере, в той, скажем так, исторической реальности, в которой существуем мы. Это всяко так, потому что, так сказать, в итоге произошло расширение мирового рынка за счет краха капиталистической системы, и, в общем, по крайней мере, на какое-то время у Англии, Франции и США все стало значительно лучше, чем было. Однако, надо понимать, что вот сейчас, по мнению многих аналитиков, уже не осталось капитализма пространства для расширения, планета Земля закончилась, и теперь возникает вопрос, чего делать дальше, как жить дальше. Поэтому, вот, в этих уже условиях, опять-таки, как мне кажется, то, что высказал Сталин в этой работе, экономические проблемы социализма в СССР, опять может стать актуальным. Ну, и, наконец-таки, в шестом пункте, на базе пятого пункта, Сталин говорит о том, что неизбежны последующие войны между другими капиталистическими государствами. Как показала практика, в этом плане он не вполне прав. Так, ну что ж, у нас тут получилось две КНР, да? Да? Мао и его злобный брат-близнец. Китайская Народная Республика и Народная Республика Китай. Ну, это все было, опять-таки, на старом паче. Ну, и, опять-таки, Сибэй Сяньма тоже, там, у нас моряничное государство, Синьцзян. В общем, Китай у нас остался разделенным на всякие пожарные случаи. Часть Китая вообще отошла нам. Так сказать, в вот этой работе «Экономические проблемы социализма в СССР» Сталин еще сформулировал, как он считал, знаменитый вот этот вот самый закон, основной экономический закон социализма. Существенные черты и требования основного экономического закона социализма можно было бы сформулировать примерно таким образом. Обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники. Другое дело, что вот этот вот самый закон социализма разные люди поняли в итоге сильно по-разному. В общем, пожалуй, на этом мы очередную нашу серию закончим. Китай мы победили. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, дальше будет еще интереснее. С вами был Андрей, всем пока. Продолжение следует...